Всем привет! Это урок 0.4 по Roblox Studio. Отдельно посвящен теме объемное моделирование. По-английски оно называется Solid Modeling. Вот вкладка модель, здесь Solid Modeling. Так, ну давайте до того, как мы с этим Solid Modeling разберемся, как можно получать более сложные какие-то фигуры из наших деталей. Так, у нас детали есть блок, сфера, клин и цилиндр. Из них можно составить, в принципе, почти любую фигуру сложную. Так, давайте я попробую соединить две вот эти. Пусть будет кривенько пока, поправим. Так, как их можно соединять? У нас в Home и в принципе в модели есть такая кнопка группировка. Сгруппировали, получилась модель. Модель, вот справа в Explorer можно посмотреть, в ней эти части остались. Так и остались блок нижний и сфера верхняя. И я их могу внутри моей модельки немножко даже двигать. Вот. Давайте, кстати, приведу в порядок эту модель. Она мне потребуется. Так, коллизии я отключил, чтобы можно было вставить одну в другую. Давайте вот примерно так. Так. И как-то вот так. Ну, ладно. Для примера сойдет. Так. Итак, внутри модели мы можем в каждой части до сих пор можем давать свой цвет, свой материал и так далее. Это хорошо, конечно. Но сами по себе детальки, они отрисовываются, когда вы играете в игру сложную, где сложный ландшафт и так далее, сложные объекты, сложные дома из кирпичиков. Они отрисовываются довольно медленно. Вот. А хочется, чтобы даже на медленных компьютерах и телефонах, смартфонах все работало быстро. Для этого, ну, для более красивой картинки добавили объемное моделирование. Давайте попробуем сейчас. Вот эта стена. Давайте представим, что это стена. Стена комнаты. Так. Я сейчас ее сдублирую. Сделаю угол. Еще одну стену. Так. У нас есть кнопочка Duplicate. Или Ctrl D. Вот появилась вторая стена. Она внутри первой. Я сейчас должен ее повернуть. Поверну. И сейчас я ее пододвину. Немножко. Так. И вот, наверное, как-то так. Я, конечно, могу ее... Давайте ее, кстати, покрашу в другой цвет немножко. Вот. Выбрал эту стену. Правую. Выбираем цвет такой зеленоватый. Так. Ну, давайте перейдем к объемному моделированию. Выделяем детали. Их может быть больше двух. Которые я хочу объединить. И идем в вкладку модель. И вот такая есть. Такой инструмент. Union. Объединение. Сварить. Объединить. Спаять. Эти кусочки вместе. Чтобы сделать одну деталь. Вот. В результате у нас появилась одна деталь. Видите? В нее ее можно переименовать. У нее какие-то свойства есть. Но ее уже нельзя открыть как вот эту модель. Как вот эту модель. В старой версии Роблокса нельзя было оставить разные цвета. Внутри объединенной модели можно использовать только один материал. Видите? Теперь я не могу. Я могу выбрать ну вот в свойствах пластик. Ну давайте сделаем какой-нибудь металл. Например. И это применяется сразу ко всем деталям внутри объемной детали составной. Так. А вот с цветами как быть? Вот как раньше было. Если мы здесь поставим галочку то цвет будет у детали один. Если галку убираем то будет виден цвет той составной части. Но это здорово кстати. И еще сразу пока я здесь в свойствах мы к самому интересному еще не подошли к самой интересной части урока к вырезанию дырок в этих деталях. Так. здесь есть вот Render Fidelity Здесь указан чтобы игра не тормозила но в общем суть такая если у вас будет много объектов сложных составных то игра потихонечку начнет тормозить при отрисовке если они будут находиться например вдали чтобы они не тормозили здесь можно поставить авто автоматик Precise это значит отрисовывать с наилучшим качеством а автоматик она начинает отрисовывать их в трех вариантах допустим вот если в инструкции там где-то написано если расстояние от игрока до этой детали 500 штырьков студов вот этих вот то она рисуется с плохим качеством если там меньше 200 то уже со средним а еще ближе с отличным качеством ну ладно все здорово теперь давайте попробуем в нашей в нашей стенке прорежем дверь причем дверь дверь которая с полукруглой аркой вверху вот видите я здесь union соединил а кстати зря зря я union соединил это не поможет так union как мне из юниона убрать ungroup правой кнопкой ungroup ctrl j или же у нас есть кнопка вот в home есть да где у нас там эта группировка вот групп мы можем сделать ungroup все у нас детали отдельные давайте мы из них сейчас делаем объемную деталь сварим их с помощью вот этой кнопки union сварили получилась одна деталь все отлично теперь я хочу с помощью этой детальки проделать дыру в стенке дыру в стенке так коллизи отключаем и давайте его в стенку нужно чтобы и с той стороны и с этой немножко деталь торчала так давайте мы ее вниз немножко опустим все-таки порог чтобы был низкий ну вот здесь будет наша дверь так как прорезать дыры ну вы поняли что вместо вот этой сложной детали я мог прорезать а ну давайте что я вам говорю создал давайте сейчас окошечко прорезем создал я какую-то деталь сейчас я у нее сделаю ей размер ctrl z ctrl z а то я тут надвигал то чего не хотел так и давайте мы теперь окошечко так прорежем давайте в этой стене опять не то зеленые так пусть выделяется так опять двигаю к стене подальше ой как она у меня далеко здесь двигаем ниже двигаем вот так и давайте проверим да отлично так теперь чтобы вырезать отверстие так высота давайте так чтобы вырезать отверстие нужно перейти во вкладку модель и то чем мы будем вырезать отверстие ту деталь или тот union например вот которым мы дверь будем вырезать ну ладно сейчас мы окошко вырезаем выделяем эту деталь выбрали ее и нажимаем сюда negate negate она стала полупрозрачной тут плохо видно из-за желтого цвета и теперь и теперь если я ее попытаюсь объединить вот такую дыроделательную деталь с другим union или с другой деталью объединять вы помните первой кнопкой да union то она прорежет отверстие отлично отверстие прорезалось давайте то же самое с дверью сделаем берем дверь этот union я выбрал нажимаем делаем ее negate чтобы она прорезала дыры вот она цвет такой красноватый стал полупрозрачный и теперь могу она уже выделена выделяем теперь наш наши стены и нажимаем нажимаем union объединить все прорезано давайте я запущу нашего бойца посмотрим как он влезает может ли выпрыгнуть в окно может ли выйти в дверь или нет так отлично по моему по-моему тут все хорошо так ну а с окном не знаю он даже в окно может выпрыгнуть ну понятно вы подрегулируете если бы у нас сейчас были ошибки так останавливаем игру как же все это вернуть назад ну понятно никто у вас не отобирал клавишу ctrl z отмена или вот она у нас есть отмена видите где курсоры держу undo undo так нажимаем на наш union и у нас есть такая кнопочка кнопка separate разделить можно видите она вернула отделила так это одно отделение если мы нажмем еще раз separate она наверно нам окошко отдаст да если нажмем еще один separate то она и стенки разделит все понятно ну вот так как-то так так кстати давайте-ка я верну назад немножко покажу еще один трюк в этом видео чтобы другое видео не снимать так вот давайте запускаем еще раз смотрим куда у нас смотрит наш человечек мордочкой давай грузись ага что сделать если вы хотите чтобы ваш человек появлялся например перед домом и смотрел лицом в дверь мы ставим спаун точку спауна точка спауна возможно вы уже знаете вот она у нас есть в меню значит вкладка модель ставим точку спауна как-то она же ставится по центру так давай спаун вот он поставился так спаун пододвинем его немножко сюда и смотрим как у нас это все работает запускаем конечно да человек появился но спиной как сделать так чтобы он не спиной появился выделяем нашу деталь со спауном так ой выделилась картинка декел спаун выделяем и листаем вниз подсвечиваем фронт серфейс вот фронт фронт серфейс видно что желтым подсветилось смотрите нажимаю левт серфейс вот он и вот фронт серфейс фронт это значит как бы сказать передняя передняя плоскость так давайте-ка мы теперь развернем вот этой вот передней так зеленый нужно так еще развернуть все теперь можно проверить что у нас плоскость да вот видите она желтеньким подсвечена фронт ну все теперь проверяем наш человек появится лицом у него лицо совпадает вот куда смотрит фронт нашего спауна все получилось отлично все на этом урок заканчиваем ставим лайки подписывайся подписываемся если вы что с тем что с